На сегодняшний день, по оценкам различных источников, в палеотивной помощи нуждается более миллиона россиян. В том числе таких людей немало в Севастополе. В нашем городе в течение последних лет действует специально созданная автономная некоммерческая организация «Палеотивный центр София». Мы взяли под патронат дом сестринского ухода, который расположен в Инкермане. Мы нашли абсолютную поддержку и понимание медицинского персонала. Мы заключили договор с департаментом здравоохранения. Один из главных проектов Центра строительства детского хосписа в селе Орловка на территории храмового комплекса во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены. Там выделено больше гектара земли и по благословению митрополита Сиферопольского Крымского Лазаря мы решили, что половина этой территории будет, там больше даже 6,06 гектара, будет использоваться для зоны хосписной. Там будет построен детский хоспис двухэтажный. На сегодняшний день процесс реализации проекта по строительству детского хосписа оказался в подвешенном состоянии, поскольку в соответствии с генеральным планом, принятым в украинские времена, на данной территории планировали разбить зеленую зону. И это решение до сих пор не отменено. Но когда нам разрабатывал департамент имущественных и земельных отношений, они согласовывали с департаментом архитектуры, чтобы выдать нам разрешение на землю. То есть противоречие произошло какое-то. Подробнее о путях разрешения возникшего противоречия и об оказании палеотивной помощи в целом. Протеерей Александр Бондаренко и Юлия Петракова расскажут в новом выпуске программы Актуальное интервью.